Утром пробка была 3 километра, днем полтора. Рязанцам, которые сегодня поехали на работу, пришлось потратить на путь порядка часа. Даже тем, кто знал, что сегодня перекрывают на ремонт мост и выехал пораньше, планирование времени не помогло. Пробка в сторону города такой протяженности, что не видно, где кончается вереница автомобилей. Скорость на этом участке не больше 40 километров в час. И хотя на улице не жарко, водители в буквальном смысле закипают. Те, кому нужно было сначала на работу, а потом по делам, уже успели опоздать везде. Едем час, маленький ребенок, реально вырвало. Неужели вот инспектора не могут сделать, встать и просто регулировать движение? Час уже едем. Ровно час едем на Творских. Вот еще выбираем, сидим мопед. Куда-нибудь опоздали? Уже опоздали. Смотрите, видите, уже мопед выбираем. Мопед выбираем себе. Я по работе езжу, уже полтора часа. Полтора часа еду. Пока водители стоят в пробке, на перекрытом участке дороги идет совещание. Министр транспорта Андрей Савичев, представители ГИБДД и подрядчика решают. Здесь нужно установить мобильные светофоры. За состоянием на дороге следить через камеры, чтобы быстро принимать меры в случае ДТП. Но почему это не было сделано в первый день ремонта, ответить никто не может. Те неудобства, которые на сегодняшний день испытывают автолюбители, мы ситуацию прекрасно владеем, все понимаем. Поэтому сейчас принимаются экстренные меры по организации здесь светофорного движения. Мы и планировали его вести, но первый день, как только мы прикрываем движение, ну на самом деле вот этот небольшой хаос, который сейчас происходит, он был нами прогнозируем. Мы понимали, что будет по первое время очень сложно. Этот ремонт мосту необходим, рассказывает руководитель подрядной организации Антон Кузнецов. На протяжении моста 10 деформационных швов. Срок эксплуатации заканчивается. Их нужно ремонтировать или полностью менять, пока не начали вылетать болты, которые могут повредить едущие машины. Провести работы, не перекрывая мост, нельзя. Просто комплекс работ, он очень обширный и он технически сложный. Его невозможно выполнить за 4 часа, за 8 часов. То есть на один шов нужно не меньше месяца. Есть такое понятие, как технологические перерывы. Да, это и монтаж шва, и укладка бетона. Их необходимо выдерживать для того, чтобы шов служил правильно. Ближе к обеду пробка на Солочинском мосту рассосалась, не дождавшись установки светофоров. Однако это не значит, что в часы пик двигаться по нему можно будет без затруднений. Водителям придется запастись терпением и выезжать на час-полтора раньше, чтобы добраться в город. В таком режиме мост будет работать до осени. Ремонт завершат к концу октября. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».